Символ Гильберта. Гильберт это тот самый Гильберт. Давид Гильберт, великий немецкий математик. Оказывается, в высшей степени важная история это представимость, или, соответственно, непредставимость числа в таком виде. И вам интересно, представимо или нет число В в таком виде. Смотрите, что здесь мы знаем. Мы знаем, что А это не ноль, В это не ноль. И вопрос, существуют или нет такие рациональные числа Х и Й, ну или, соответственно, если более поэтические числа, такие поэтические числа Х и Й, для которых выполнено такое равенство. Эта задача выглядит чуть-чуть не симметрично, потому что А и Б входят в каким-то непонятным образом. Поэтому давайте мы чуть-чуть изменим формулировку. А именно, поставим такой вопрос. Х квадрат минус А, У квадрат минус В, З квадрат. И зададим вопрос. Существует ли решение такого равнения? Ну, вообще существует. Х, Й, и З можно просто взять нуля. А вот не так. Х, Й, и З, такая тройка, должна не равняться тройке ноль-нуля. То есть, пожалуйста, какое-то одно из этих чисел может равняться, но чтобы все три нельзя. Так вот. Первое, лему, которые мы сегодня докажем, звучит в следующем области. Вообще, неважно, в поэтических числах, в рациональных веществах, каких угодно. Но существование чисел Х и Й, для которых вот это выполняется, и существование чисел Х, Й, и З, для которых хотя бы вот одно из них ноль, это на самом деле одно и то же. Вот в таком случае говорят, что число В представима форме Х квадрат минус А и Й квадрат минус БЗ квадрат представляет, оказывается, что это просто одно и то же. Ну, давайте поймем, что в одну сторону это очевидно. Давайте я запрещу. Значит, если так получилось, что Х квадрат минус А и Й квадрат равен Б, то смотрите, что Х квадрат минус А и Й квадрат минус Б умножить на 1 в квадрате, это не правда. Это очевидно. И заметьте, единица – это не ноль. То есть заказывали, что тройка отлично от 0,00. Так и получилось. Таким образом, в одну сторону мы все сделали. Теперь нужно посмотреть наоборот. Представьте себе, что у вас существует такая нулевая тройка, и пусть там З не равна. Так, давайте я чуждо узнал того, что доказательства в одну сторону мы разрешили. И теперь наоборот доказательства в другую сторону. Если у нас Х квадрат минус А и Й квадрат минус Б и З квадрат равен Б, и при этом З не равен Б, то все понятно. Проблемы каких? Вы просто пишете Б и З квадрат равен Б и З квадрат равен Б, и вы уезжаете, делите все на З, и получаете, что Х разделить на З в квадрате минус А, и Й разделить на З в квадрате. Все отлично. Проблема, если З работают, что в таком случае будет делать? То есть, что вы знаете? Х делится на. Не то, что делится, а у нас получается такое равенство. З равен Б, и Й квадрат равняется А и Й квадрату. А должно быть квадрат. Правда. А является квадратом. Совершенно верно. То есть, мы должны на самом деле, ну давайте А, это какой-то Альфа в квадрате, да? Альфа это Х делить на Н. Мы должны на самом деле разобраться с такой картинкой. Х квадрат минус Альфа в квадрате, Ирек в квадрате, должно равняться Б. Нам нужно придумать такие числа Х и Й, чтобы выполнялась вот эта равенство. Ну, ребята, это уже совсем чуть-чуть осталось. Х и Й, которые неизвестны, это вот не те Х и Й. Понятно, да? Итак, нам нужно объяснить, что для любого ненулевого числа Альфа, и для любого ненулевого числа Абэта существуют такие Х и Й, что выполняется вот эта равенство. Ребят, ну что, всеми окраснёчки. Что тут положено делать? Это раз в квадрат. Конечно. Положено просто писать Х минус Альфа Й умножить на Х плюс Альфа Й. Нам нужно, чтобы это была единица. Ну, что проще всего сделать? Написать систему, например, Х минус Альфа Й пусть это будет единица, а Х плюс Альфа Й пусть это будет, например, число Альфа Й. Вот, смотрим, что делать. Значит, складываем эти уравнения, получается 2Х это 1 плюс В. Хорошо? Хорошо. И, значит, Х это 1 плюс В попала. Ну, соответственно, У что получится? У это надо разделить на Альфа В минус 1 плюс В попала. Получается В минус 1 плюс В на 2. Какие это там есть? Обратите внимание, когда мы говорим даже два отечественных числа, то вообще дать ценить на 2, потому что другое дело, что число может быть целым два отечественных числа, а после деления на 2 оно станет ровным, два отечественных, но тем не менее на любое там число делить там вполне можно, так что проблем не таких. В этом месте есть некоторая проблема, когда у вас поле, что называется, характеристики, давайте, всякие конечные поля там. То, значит, поля как конечные характеристики. Но, ребята, можно я сейчас пока не буду про это говорить, просто для простоты, чтобы могло у них забивать, да, потому что для интересующих нас целей, для рациональных чисел, для вещественных чисел никаких проблем с тем, что на 2 поделить нет, и, соответственно, здесь все хорошо, здесь все абсолютно хорошо, и вот я теперь могу, на самом деле, очень легко, очень естественно дать определение, что значит символ Гильберта. Символ Гильберта равен единице тогда и только тогда, когда выполняется вот эта вот условия. Ну, или, если бы, если бы, если бы, они все равно на 7. Значит, символ Гильберта чисел А и В равен единице по определению тогда и только тогда, когда существуют такие числа Х, Y, Z, что А, как это вы говорите, X квадрат, Y квадрат плюс В, Z квадрат равняется X квадрат, И при этом тройка X, Y, Z не равна тройке В. Вот это определение символ Гильберта.